Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, вот тут космос, Марс, а мы с вами изучаем какую-то скинию. Вот давайте два слова о том, о счастье, для чего нам в этом мире нужна духовность. Простую притчу. Один богатый человек гулял в свое удовольствие вдоль берега моря, и вдруг видит, дельфин вынесла на берег, дельфин уже давно лежит, состояние плохое, без воды. Ну, позвонил в скорую помощь, очень богатый человек, любит животных. Приехала команда врачей, но видят, что дельфин, они говорят, мы не по этой части. Но он достает пачку денег, начинает раздавать. Ну, сразу они так решили, в общем-то, да, животное все-таки. Отношение к дельфину изменилось, погрузили его под сирену, отвезли в больницу. Он опять им деньги, они положили дельфина на кровать, пристегнули и уехали. В больнице врачи поражены, увидели дельфина, хотели там, конечно, отказались сразу. Но, как в первый раз, достал пачку денег, начал раздавать дежурным врачам, медсестрам. Они, кто там пульс начал мерять дельфину, кто температуру, давление. Потом, что врачи из других отделений сказали, что пришел богатый человек, раздает деньги, так как нечего делать, чтобы помогли дельфину. Каждый решил по своей специальности. Один там, кардиолог, ему сердцем, электроды какие-то и так далее. Кажется, старается помочь в рамках своей профессии. Но все хуже и хуже. И тут санитарка говорит, слушайте, ну, возьмите дельфина, положите его в ванну с водой. Его положили в ванну, он ожил и через некоторое время отправили море. Вот такая притча. О чем это? В нашей повседневной жизни мир подсовывает нам разные суррогаты духовного счастья. Суррогаты духовного удовлетворения. Да, там чудесное туристическое путешествие. Это правильно, замечательно, но оно не дает, знаете, как человек думает, съезжу на Бали и счастлив буду. Съездил, ну, вот салон красоты, роскошный автомобиль, там, часы какие. Это все не то. Написано в книге Каэлит, выдающегося знатока жизни. Душа не наполняется этим. Наслаждение этого мира никогда не становится заменой духовной жизни. Это временное. Только вот Тора, только заповеди и добрые дела, вот они заполняют. И почему? Написано, мы поэтому должны вернуться к источнику жизни, как тот дельфин к воде. А вода это не что иное, как духовность, как Тора. В книге Тегелим написано, что, как там написано, «Молодые львы беднеют и голодают, а ищущие Бога не будут испытывать недостатка во всяком благе». Написал автор книги Итаф Лев, что эта фраза не утверждает, что у ищущих Бога не будет ни в чем недостатка. Просто они радуются тому, что есть довольность своей участью. И так написано в наших мудрецов. Кто доволен тем, что имеет сегодня, вот это и есть счастливый человек. И написал автор книги «Решит хохмаж», что я видел много богатых, но не видел настолько богатого, который был рад своему уделу. Он всегда тревожится, что там с ним, не будет ли он такой и так далее. Мало ест. Написано, а тот ест меньше и благославляется пищей в очреве. Есть одна короткая история об одном бедняке, который ходил по домам богатых, собирал пожертвования, зашел к одному в дом известному богачу. Тот говорит, подожди минутку, я подсчитаю стоимость моего имущества с учетом роста акций сегодняшнего дня на бирже, и скажу, есть ли у меня цдака. А вот тот обрадовался, сел, начал монетки считать. Ну и так богатый человек посмотрел на него, пренебрежительно. Ну сколько тебе еще нужно, чтобы сравняться со мной? И тот говорит, разница между нами 10 золотых. Что ты говоришь, удивился богач. Как это? Я тебе объясню. Я был у гробовчика и спросил, какие есть вот два вида погребальных саванов на продажу. Он сказал, что есть один самый дорогой и самый дешевый. Разница у них в 10 золотых. Вот поэтому написали мудрые ци, что умные должны сделать этого вывод. В день суда человека не сопровождают ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, ни жемчуг. Только написано Тора, который учишь добрые дела, которые делаешь. Их сказано у пророка Айшаи. И пойдет перед тобой праведность твоя. Вот это все, больше ничего. Нужно знать, что в будущем мире, написали мудрецы, ничего не получают бесплатно. На кассе нужно заплатить за все. И только теми небесными наличными. Исполненными заповедями, исполненной Торой, выученной милосердием, хорошими качествами, исправленными души, делами твоими, помощью людям. Вот это все. Написано лишь тот, кто трудился накануне шаббата, будет есть в шаббат. Это об этом. Ну и, чтобы завершить наш урок, могу сказать великие слова. Есть два способа прожить жизнь. Или так, как будто чудес не бывает, или так, как будто жизнь вся чудо. Вот как ты будешь к этому относиться, так и жизнь будет относиться к тебе. Брахавы от слаха и хороших чудес нам. Спасибо.